Крещение Господне – ключевое событие земной жизни Иисуса Спасителя. Главная традиция – погружение в ледяную прорубь. Священнослужители считают, что это помогает избавиться от болезней и обрести здоровье на весь год. На пляже Лонжерон спасатели-водолазы уже ведут подготовительные работы, чтобы одесситы могли безопасно совершить обряд погружения в воду. Наша служба настойчиво обращается к жителям нашего города, гостям нашего города, чтобы соблюдались режим карантина, противоэпидемические меры. В свою очередь мы обеспечим безопасное проведение религиозных праздников 18 и 19 числа. Сегодня вы присутствуете на пляже Лонжерон, где проводится водолазное обследование морского дна для того, чтобы извлечь все предметы, большинство из которых – это продукты нашей жизнедеятельности, в избежание травмирования наших граждан, которые будут в эти религиозные праздники проводить купание. Чтобы предотвратить травмирование во время крещенских купаний, водолазы проверили 200 квадратных метров дна на пляже Лонжерон. Зона ответственности водолаза в акватории до глубины 170 сантиметров, на которой человек среднего роста уже не может ходить по дну. Первое погружение водолаза оказывается успешным. Улов вышел достаточно разнообразным. Нашли маску старую. Кульков-то много, я только часть делал очистить. Обычно часто под водой встречаются вот такие вещи. Люди пьют разного вида напитки, почему-то кидают воду. Это все опасно для здоровья, человек может прыгнуть и наткнуться. Мы после обследований при обнаружении таких вещей проводим очистку дна, то есть пилим, распиливаем и удаляем все вещи, которые могут служить по травмоопасности. Спасатели будут работать и непосредственно в день крещения 19 января. На пляже установят палатку обогрева с горячим чаем, а рядом будет дежурить карета скорой помощи. Водолаз-спасатель в интервью репортеру рассказал, как правильно следует выполнять погружение, чтобы не навредить организму. Прежде всего, не прыгать с пирса резко в воду. Это основное правило, потому что при резком погружении для нетренированного человека наступает резкое переохлаждение. И люди, как правило, или сознание теряют, или им становится очень плохо. Как бы закаляет на весь год, как бы не болеешь потом. Давно вот занимаетесь этим? Это будет четвертый год. Мне кажется, это дело каждого, что ему помогает на самом деле. Если это для человека новый опыт, то, возможно, у него будут какие-то новые идеи, новые мысли, новые ощущения. Может, у него будет прозрение, а может, ничего и не будет, никто знает. Уберитесь ли вы в том, что это очищает от болезней и дает здоровье на весь год? Ну, вот прямо вот в такую формулировку вряд ли, но если при разумном подходе, возможно, это и даст свой эффект. Я пробовала пару раз. И как? Ваши эмоции и впечатления? Очень интересно, бодрит, заряжает энергию, дух. Нравится, мы когда-то, ну, уже надо поберечься. Скажите, а вот верите в то, что это добавляет здоровье и на весь год? Как вам сказать, молодежи добавляет, а нам надо уже, ну, только если врач разрешит. К слову, о рекомендациях медиков. Семейный врач отмечает, что категорически нельзя окунаться в холодную воду людям, имеющим хронические заболевания, а также беременным женщинам и детям до 6 лет. Важно помнить, что в воде можно находиться не больше 30 секунд. Пить алкогольные напитки категорически запрещается. Людям категорично забороняется зануриваться в воду с хроническими захворюваниями. С хроническими захворюваниями носоглотки, с хроническими захворюваниями гайморовых пазух, с отитами. Категорично с сердцево-судинными захворюваниями не треба купаться людям. С гипертонической хворобой, с захворюваниями эндокринной системы, то бишь цукровый диабет и захворюваниями щитовидной залозы. Также с захворюваниями нерок, с захворюваниями печеньки. Категорично забороняется зануриваться в воду вагитным женщинам. Также детям до 6 лет. Из года в год православные верующие собираются в храме святой мученицы Татьяны на 4-й станции Большого фонтана. Люди приходят, чтобы осветить воду и причаститься. В прошлом году по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова был открыт и освящен блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Ануфрием новый храм Иоанна Богослова на территории Международной академической школы Одесса, где также чтят все традиции. Главное освящение, и на этом я ставлю особый акцент, человек должен получить в храме у святых таинств, у причастия, у исповеди и, конечно же, от посещения богослужения в эти дни. Конечно же, в наши храмы будут совершаться богослужения, мы будем придерживаться всех карантинных норм. Молитва, служба Господу Богу, она должна совершаться нескончаемо. И доколе молитва совершается, весь Божий мир и Божие творение будет продолжать свою жизнь. Одесса к празднику крещения Господня готова. И уже во вторник, 19 января, каждый сможет погрутиться в холодную воду. А тех, у кого по тем или иным причинам не получится, мы просим не расстраиваться. Ведь, как говорят, в этот день происходит благодать Божия. Освящается абсолютно вся вода. Василий Базовлук, Константин Ищерет, телеканал «Репортер». Продолжение следует...